Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Гараж, и мы находимся с вами... Так, тюрьма. Ой-ой-ой. Ага. Так, ребят, у нас здесь мины на земле, и я так понимаю, вот эти вот... Плямбочки, которые лежат, и на них нельзя наступать, иначе будет нам кранты. Так, давайте холодильник разобьем, там что-то выпало. Так, сохранение. Это уже радует. Блин, главное не вляпаться. Я так понимаю, сразу каек. Опа, опачки. Зомбарик, и там уже жрет кого-то. Хе-хе, давай потихоньку, потихоньку вот так. Воу-воу-воу-воу. Ё-моё. Мне просто повезло. Так, смотрите-ка, здесь у нас барьер. Опа, мы, ребята, как батька прошли. Да что, откуда? Хе-хе. А, полтела. Вылез он из-под шкафа, блин, гаденыш, а? Так, ребят, давайте-ка посмотрим. Оу, все кисло. Только лишь пистолетик. УЗИ 0. Да, придется нам, ребята, с М16 так и бегать. Но здесь есть коробочка, может... Да что такое? Да откуда вы лезете-то, а? Из-под обломков, по всей видимости. Что такое? Ничего пусто, ребят, к сожалению. Ладно. Это что у нас? А, ну да, я помню. Оу, щет. А как так-то? Не врубился я. Так, крысы. Давай-ка их побори, кому зачикаем. Все. Так, смотрите-ка, там какая-то полочка. И аптечка. Роднуля ты моя. Самое удивительное, ребята, что... Почему в этом гараже есть все? И научно-исследовательский центр. И, как мы узнаем, сейчас тут находится у нас и тюрьма. Это что за комплекс такой, а? Надеюсь, нам в конце игры все-таки расскажут. Все, как говорится, поподробнее. Да хорош там же чикать, я понял. Так, патроны для дробовика. Нормули, 14. Патрончиков. То, что надо. Так, коробку. Напиток. Так, ну этот архарайц стопудово встанет. Крыса бежит. Бежала. А-ха-ха-ха. А ведь я знал, что этот говник встанет. Только не предполагал, что так быстро. Да что ж ты будешь делать? Минус крыса. Так, ладно. Оп, мины. Мины, ребята, здесь. Да что ж тут делать? Вонючие крысы ползут со всех щелей. А раньше, я помню, они были только в коробках. А теперь. Так, дверь открываем, наверное, с вами. И тут тишина. Ха, крыса. Оу. Да хорош ты. Ай-яй-яй. Взорвитесь нафиг, уроды. Что-то мне это все не нравится. Здесь я смогу, интересно, быстро проскочить. Нет, наверное, ребята. А может быть, попробуем. Ай. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Не надо. Нет, можно, скорее всего. Ну-ка, попробуем. Надо только подловить, ребят, момент. И. Отлично. Блин. Я думал, здесь будет что-то лучше. А мы взяли с вами только лишь патроны для М16. Так, крыса, ты достала уже, а? Постоянно тут появляется. Кстати, а вот этот вот чувак почему-то не встает. Видимо, это... Нет, да что за фигня-то такая? У вас сколько здесь, а? Раньше, я помню, всего лишь одна крыса была, блин. Ее забомбишь, и больше они не появлялись. Но здесь почему-то такой фокус не прокатывает. А она все время откуда-то появляется. Ты что? Может, это баг какой-то, а? Игровой. Блин, я знаете, что прикинул, ребят? Может быть, ее пнуть на эту мину? Мне вот этот ящик бы не помешало бы обыскать. Хотя, если там будет пароль, то это, в принципе, бесполезно. Ладно, попробуем ее пнуть. Ай, мимо немножко промахнулись. Давай вот так вот. Черт, вообще раздавил. Давай, следующая, где ты? Выползай. На-ка. Ну? Нормуль. Получилось то, что я хотел. Да, ребята, как видим, пароль уже пятизначный. Не знаю я, где брать код к этим ящикам. Просто бесполезно это как-то открывать на вскидку. Так, что-то мне здесь не нравится. Оу, сколько мин. Так, дверь выбиваем. И тут у нас... Только лишь коробки. И все, я так понимаю, да? Ничего больше нет. Так, батончик и патроны для пистолета. Нужен ключ. Пойдемте, ребята, искать с вами ключ. Потому что без него... Посмотри, а... Крысы прут и прут. Что ты будешь с ним делать? Дай-ка я, наверное... Да. Ничего пока еще нет у меня. Хорошенького, ребята. У меня только М16. Так, тут тупик. Встанет, да? Этот трупец... Сколько этих-то впереди? Мин. Ох, не знаю. Давай попробуем, ребята. Что-то у меня такое предчувствие, что он тот зомбарь сейчас вскочит. И побежит. Оу! Вот это было глупо. С моей стороны вам так не показалось? Ха-ха. Да... Может быть... Черт. А давай-ка так попробуем. Ё-моё. Мы выжили? Мы выжили. Так, забираем аптечку. И тут у нас, как обычно, защитные барьеры. И нам придется пропрыгивать. Да, со здоровьем, конечно, кисловата. Но, как говорится, была не была, ребят. Значит, нужно нам попасть в центр. Там вроде бы как безопасно. Потом небольшой... Тихо. Опа-опа-опачки. Вы посмотрите, что впереди. Крыса, вали отсюда. Впереди нас поджидает... Вражина. Нужно сделать все это довольно быстро. Ну и, конечно же, безболезненно. Чтобы у меня осталось побольше здоровья. Да ё-моё, ты... Так, по-моему, пора, ребята. Наказывать этих упрей. Ага, не могут. Блин, я думал, что прострелить не смогут. Минус. Так. Да какая, блин, перезарядка? Как же тут все это вовремя делается? Ха, дробовик. Один патрон. На. На. Промазали еще. Все. Только лишь пистолетик. Ну, этого ему было достаточно. Так, вот, ребята, и ключ мы... Что там, подожди? Там что-то вроде как какие-то новости, да? Сейчас вы видите в моих руках прекраснейшие серьги Эсперанца. Которые выглядят как два каменных цветка. Центральное место вы... Понятно, ребята, это нам не нужно. Я думал, там что-нибудь полезное. Но тут, как всегда, все на правах рекламы. Так, я не понял. Ага, все, не работает. Значит, мы можем здесь спокойно выйти. Крыса, ты достала меня уже в корень, а? В принципе, ребята, я могу понять, для чего они здесь лазают и постоянно появляются. Для того, чтобы я мог... Опачки, опа, опа, опа. А вот это вот подстава, как только что была. Я все время забываю, что эти зомбари периодически... Да, воскрешают, конечно же. Встают и начинают нам неудобства всякие тут создавать. Так вот, про крыс-то я так и не закончил. Они здесь появляются для того, чтобы их можно было потом пнуть. На ту же самую мину. И, соответственно, обезвредить ее. Где у нас? Так, погоди-ка, погоди-ка. Я уже подзапамятовал. Слушай, а разве в этом направлении? Погоди-ка, это же, по-моему, самое начало. Нет, нам нужно вернуться. Нам нужно вернуться и где-то... Где-то, где-то, где-то вот... Подожди. Что-то я... А! Все, ребята, я, кажется... Крыса валяет сюда. Вот где-то здесь, по-моему, внизу. Так, тут у нас мины. Слушайте, вот этот вот ящик, который там среди мин, он, наверное, все-таки не ломается. Так, и вот здесь вот у нас дверь. Да, ключ есть. Так что мы открываем и продвигаемся с вами. Далее. Эксит. Анаконда вызывает сверчка. Я слушаю. Сверчок, ты нашел тюрьму? Нашел. Значит, ты уже близко? Так ты сидишь в тюрьме? Да, но это не то, что ты думаешь. Вот как? Не припомню, чтобы ты говорила, вытащи меня из тюрячки, будч. А что это меняет? Шутишь? Ты подговариваешь меня убивать солдат, делаешь своим сообщником. Может, эти бедолаги просто зачищали парковку от последствий какого-то эксперимента? Действительно. А из-за тебя меня теперь точно поджарят на электрическом стуле. Это Дредноут посадил меня в тюрьму, ясно? Он убийца и псих, ты должен мне верить. А откуда мне знать, что ты не придумала это? А вдруг Дредноут нормальный мужик, а ты чертова истеричка и манипуляторша? Как вариант, может быть такое, да, ребят? Хочешь познакомиться с этим психопатом поближе? Валяй! Только потом не плачь, что я тебя не предупреждала. Допустим, ты хочешь, чтобы я о нем так думал. Тогда вполне логично, что ты будешь меня подначивать. Думаешь, мною так просто манипулировать? Будч, мы еще покажем ей. Посмотрите только, у нас тут умник выискался. Да иди ты хоть трахайся со своим Дредноутом. Мне плевать. Ну, а мне-то нет. Рассуждаем дальше. Зачем тебя посадили так глубоко под землю? Наверное, ты сделала что-то очень плохое. Допустим, анаконда это твое зоновское погоняло. Хе-хе-хе. Так, Буч, ну что, мы с тобой поссорились с анакондой. Не знаю, как нам это выйдет все потом, боком или нет. Но продолжение сюжетки мы с тобой будем делать однозначно. Так, здесь у нас тупик. Так, я вижу, ребята, у нас, по-моему, тут кнопочка. Переключить. Оу, ё-моё. Вот это был нежданчик. Говнюк. Так, помнится мне там еще один скупердяй стоит. Сейчас мы его должны как-то вычислить. Где он? Он где-то здесь. Блин, пистолетом с этим никчемным бегаю против рыбаков. Это, конечно, не айс. И не очень весело, ребят. Давайте наугад, навскидку. Стрельнем сейчас с вами. Да ё-моё, это прицеливание. Ну! Бинго. Мы его завалили. Так, патроны для дробовика. Дробовик нам пригодится. Я считаю, что это очень хорошее оружие. Тем более, оно у нас стреляет россыпью. И радиус... Оу! Бронежилет. И радиус поражения у него просто обалденный. Где, кто? Я уже всего стремаюсь, ребят. Так что... Сохранение. Выбиваем дверь. Оу! Щет! Так, выбежит, нет? Не выбегает, зараза. Ну что, мне придется самому тогда заглянуть туда? Ага! Понял я, ребят. Я просек этого говнюка. Ха-ха! У-у-у! Да! А это что-то... Это что такое сейчас было? Погоди-ка, я что-то немножко не понял. Эээ... Взламываем. Так, понятно, что вот это... Робокоп у нас. Сейчас мы его... Я не вырубился, отчего я погиб. Ну, дверь закрылась, да. Что-то там звякнуло. Ну, я не успел почему-то выйти обратно. Так, этого говнюка я сейчас уничтаю. Ах ты! Ребят, там, по-моему, прилетела бомбочка. И именно сверху. Она сверху летела. Значит, там кто-то еще есть. Да чтоб тебя, а! Блин. Весь броник мне покоцали, да? Ну, и, соответственно, здоровье тоже уже не к черту. Так, ну что, давайте глянем. Вон он! Так, понятно. Ну, ладно. Давай, предположим, он бросает. И мы бежим, наверное, сразу же, да? Ага. Опа! Если честно, ребята, это уже не смешно. Это уже напрягает. Очень сильно печет. Ладно, этого говнюка сейчас несу. Этого сейчас тоже уберем. Как бы мне обмануть метателя гранат? Вот что я думаю. У меня другого варианта нету. И все равно мне никуда не пройти. Ау! Щет! Больно сейчас было. Очень больно. Бесполезно, наверное, куда-то нам с вами идти. Другого пути просто нету. Барьер не опускается. У нас вот этот лазерный. Может быть, вот так? Ну, тут ящики, ребят, понимаете? Я не смогу их прострелить. Насколько я понимаю, они вообще не ломаются. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ну, вот как вот, а? Вот, на самом деле, достал. Он постоянно бросает их, понимаете? Постоянно. Так. Оу! Смотри-ка! Ящики-то взорваны. А ну-ка, если я вот так на спидку. Блин, промазали. Черт, лишь бы не подставиться, а. Ха-ха! Вот я боюсь. Так, давайте вот так попробуем. По-моему, где-то вот здесь он должен быть. Черт, повели. Так, где-то вот... Вот... Ага, все, я понял. Понял приблизительно, где он находится. Давай-ка вот так попробуем. По-моему... По-моему, ребят, я попал по нему. Да! Он там взорвался еще, напоследок. Чисто. Ух! Так, вот у нас тут, смотрите-ка. Ключик лежит. И граната. И ящики, блин. Вот сколько, ребят, хожу, бегаю. Ни разу не видел подсказку для того, чтобы мне было ясно, как открыть эти чертовые ящики. Наверняка с оружием. А может быть с боеприпасами, не знаю, с чем. Оу! Тихо, блин, очень мало зароя, ребят. Че делать? Может быть туда гранату кинуть, а? А че, как вариант, неплохо было бы. Давай. Тихо, тихо, тихо. Оу! Че я сделал-то? Дурило, а? Гранату из рук выбросил, придурок. Теперь придется так, уничтожать их. Один готов. Так, тут второй. Ага, понял я. Он напротив будет стоять. Ладно. Вот так. Зачистку сделали. Давай тут все заберем. Так, что это такое у нас? Ага, понял. Мы убрали барьер. То есть, теперь нам можно туда спокойненько идти. Так, патроны для УЗИ, я так понимаю, у нас полностью с вами собраты. Тут не работает ничего. Я уже здесь от всего, ребята, ищу подвоха. От всего абсолютно. Так, дейнджер, понятно. Значит, внизу опять копы. Но это и понятно. Мы с вами находимся в данный момент в тюрьме. Оу! Твою дивизию. Опять, что ли, этот метатель бомб? Так и есть. Блин. Не было печали. Так, ну как-то его нужно убрать. Желательно первым. Блин, мне буквально даются доли секунды на то, чтобы я этого Хариуса завалил. Ну и, как вы понимаете, это наведение, ну это просто блеск, шик в этой игре. Лучшего придумать просто не могли. Даже в игрухе, как я уже говорил, Миланойр. Насколько там тяжело прицеливаться. Ну хоть какой-то автодогончик есть. То есть там, если ты рядышком наводишь цель к врагу, она автоматически уже переключается на него. И тебе следует только добить. Здесь же хрен, ребята. Здесь приходится все делать самому. И желательно, чтобы все было точь-в-точь в правильном направлении. И это чертовски усложняет эту игру, ребят. Ага, ага. Началось, блин. Так, значит там не один этот партизан. Так, с дробовика. Это хреново. Конечно, блин. Попади по ним. Патроны просто у нас таят. Ну а что делать? Приходится вот так вот навскидку, ребят. Наугад стрелять. Ну как видите, это все работает, помогает. Так, для дробовика. И еще одна кнопочка. А почему не показали? Ага, сюда нам нужно, да? Так, ну-ка дайте-ка. Во, дробовик. 18 патронов. Отлично. Так, тихонько, тихонько. Не буяним. Батончик шоколадный. Не нравится мне вот что-то наверху. Ну, естественно. О, бронежиле дали. Ну тогда еще поймем. Оу! Да какого лешего ты прибежал-то? Ай, больно было. Я могу только одно сказать, ребята. Лафа закончилась на этом всем. Сколько нам приходится? Так, давай ломайся-то уже. Все, сейчас подойдет. Сейчас подойдет. Один. Блин, а где второй? Почему второй не прибежал? Как-то подозрительно. Оу! Так. Говнарь этот опять здесь. Который гранаты бросает. Ух, как говорится. Либо он, либо я. У нас третьего выбора нету. Этого хмыря сейчас сносим. Так, ну где ты там? Все, по-моему, мы его положили. Ага. Ну, это еще только начало, ребята. Сейчас еще. Нам вот этого хмыря нужно снести. Готов. Взорвался. Слушайте, я думаю, что... Не, ну давайте этого тоже уберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здоровья очень мало. Ждем-ждем отхил. Думаю, достаточно. Так, давайте его... Да, чтоб тебя. Все-таки снесли мы его. Так, значит, там еще в комнатке в этой остались. Говнюки. Граната нам пригодится. Так, Робокоп. Робокоп. Нормуль. Удачно это у нас вышло. Так, ну что, компьютер. Давайте смотреть, что у нас тут показывается. Ага. Мы откуда-то убрали барьер. Значит, мы должны, по идее, с вами легко и просто туда дойти. Аптечка. Это вообще шик и блеск. Так, М16. Ну что, ребята. Наверное, я думаю, нам с вами пора немножко прогуляться. Где-то мы с вами сняли барьер. И поэтому будем двигаться именно в том направлении. Ну что, затарочка по полной программе у нас. Дайте-ка дробовик мне. Эй-эй-эй-эй! Подожди, я что-то не понял. Что за дела-то? Здорово просто. Откуда они взялись? Я же их всех поубивал уже. Что за подстава? Так. Ладно, давай аккуратно. Попробуем. Так, они откуда-то, ребят, снизу идут. Прибегут? Нет? Что-то не идут. Фиг поймешь, что они порой... Что это там... Что он там делает? Что он делает? Дебилы. Готовы. С этими щеглами разобрались. Вот тут еще я помню, да? Ага, вот он. Оу, здоров... Да, здоровья было маловато. А если я напрямую вот так пойду? Ух, снесли его. Черт, там преследует меня. Ну, ну, ну. Ух. Шикарно. Так, отлично, ребята. Вроде бы больше никого нет. Или... Преследования никакого нету. Вот. Оу, я не заметил. Я даже боюсь представить, что дальше нас с вами ожидает, если уже начинается вот такой вот разборняк. Ну, где он? Ага, один, два. Отлично. Так, ну здесь нам нужно аккуратно. Очень аккуратно. Опа, отлично. Нормуль сработал. Значит, я буду вот так и делать, ребят. Все, главное, что это работает у нас. Так, зачистку сделали. Можно, в принципе, баллон тут бросить. Опа. Ага, баллон. Баллон разрывается. Понятно. Значит, этот вариант отпадает. Давайте... А если я кресло, например, толкну туда? Черт, я сказал толкнуть. Ага. Секрет найден? Ах, вот оно что. Ха-ха, неплохо. А я не знал, ребят, что такое здесь, может быть. Так, не ломается ни хрена больше. Ладно, двигаемся. Да, ёдрёна ты вошь. В каждой комнате, что ли, будете, а? Ну, идёт, нет. Фиг знает, чего от них ожидать. То бегут, то не бегут, то стоят на своих точках. Как это? Да я вижу тебя, говню. По-моему, он готов. Нет, не готов он, не шаша. Сейчас, по-моему, сдох. Так, ну здесь ещё один есть. Вот так, блин. По прямой. Ай-яй-яй, нет. Надо немножко... Немножечко вот так. Блин, да что ж ты... Может, так вот? Ага, как вариант. Но мы, как всегда, мажем, ё-моё. Криворукий хрен, а? Ну? Что к тебе, блин? Сколько я патронов уже на этого говнюка потратил? Всё, всё-таки вздрючил я его. Так, патрон для УЗИ у нас максималка. Батончик мы с вами слопали. Двигаемся дальше. Так, надеюсь, здесь без сюрпризов. Ага, без сюр... Конечно. Так, ладно, мы его сейчас с вами... Давайте на скидку. По-моему, по-моему, её уплешил, нет? Во, готов. Так, и комнатку мы прошли с вами. Замечательно. Да, не всё так просто. Ну, надо лишь приноровиться. Глава 8. Арена. Никогда прежде не хотел быть героем. И до сих пор не хочу. Арена, ребята, у нас здесь. Это что-то новенькое. Опачки. Так, смотрите, у нас тут аптечки. В эфире ежедневные бои насмерть. Сегодня вы увидите. Дезертиры против кадавров. Они хотели убежать от службы, а теперь бегают от мёртвых. Хм. Далее в эфире парочка гражданских против гранатомётчика. Мы поймали их на верхнем уровне парковки, чтобы узнать, имеют ли гражданские крысы постоять за себя. И главный бой вечера королева повстанцев анаконда против вселящего ужас генерала Дредноута. Не забываем делать ставки. В эфире... А, это мы уже читали. Так. Ну что же, ребята. Ё-моё, неужели мне сейчас предстоит выйти на арену? Я подозреваю, что там будет босс. Может быть, он будет не такой уж мощный. Мощный. Ребята, вы слышите? Гул. Опачки. Опа, пулечки. Ха-ха-ха. Это что за хмы? Так, ребята, это действительно босс. Что он делает вообще и как он делает? Понятно, защиту ломает. Ага, машины. Он в танк, что ли, ё-моё? Я вообще урон-то им хоть наношу. Ну-ка, попробуем, ребят. Гранату сейчас метнуть. Ух ты, неплохо. Так, что он там чудит? Ага, он ещё, смотрите. Ракетами всякими шмаляет. Ну-ка, дай-ка я ещё разочек у него гранатку. Ой, я промахнулся. Блин. Ну, по большому счёту, ничего сложного нет. Нужно лишь избегать его новоторана. Так, ну, для закусочки. Вначале его начнём вот так. Блин, ребят, я промазал. Я промазал первую гранату. Ай-яй-яй. Так бы уже было бы неплохо. Ладно, фиксим. Давайте. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот промазал он. Говнюкой такой. Так, у нас там аптечка есть. Это хорошо, ребята. Так, жарили мы его. Слава богу, машины не взрываются. Это нам, как говорится, бальзам на душу. А если бы он их ещё и подбивал бы, вот это было бы бобо на самом деле. Так, аптечки у меня три штуки. Вообще шикарно, ребят. Я, в принципе, уже ничего не боюсь. И никого. Где он там? Застрял-то, а? Говнюк. Не пойму я. Ага. В самом дальнем конце комнаты. Ну, говнище. Не нравится ему, да, когда бочки взрываются? Я понимаю тебя, сынок. Блин, почему он не хочет... Тихо, тихо, тихо. Не попадаем под ракеты. Давай, иди сюда. Блин. Если бы он сейчас, ребята, сюда бы рванул бы, было бы хорошо. Он бы врезался бы в бочку. Ну, и прекрасно понимаете, что взорвался бы. Так, сейчас. Будем пытаться. Ах, как мы его. Ну, давай, давай, в бочку. Ай. Чуть-чуть не врезался он в неё. Не подставляемся лишний раз. Лучше отойти, нафиг. Как бы перетерпеть маленько. Нам спешить с вами некуда. Дробовик. Ну что, хмырь, иди сюда. А? Как тебе? Тихо. Вот этот огнемёт, который у него сбоку. Он тоже, как бы, не айс. Так, ну что, где-нибудь. Ага, вижу ещё аптечку. Батончик. Всё. Здоровье полное у нас. Аптечки есть. Остаётся только лишь добить его, этого говнюка. Ну и не попасть под таран, конечно. Ну что, блин, командир взвода или кто-то там, дредноут, блин. Чёрт, я хоть... Не, попадай. Ребята, осталось совсем-совсем маленько. Аптечка, аптечка. Ну, блин. Не хочу рисковать. Есть, ребята. Мы его вздрючили. Ну, по большому счёту, узнать тактику. Он салага. Чё мы там открыли с вами? Челлендж какой-то? Ладно, что теперь? Пойдёмте, наверное, отсюда. Опачки. Ага. Пошли, называется. Бросай оружие, гражданский. Жесть какая-то. И что теперь? Я так понимаю, нас поймали, да? Ладно, хорошо. Давайте смотреть раскладочку. Линда, ты не можешь просто уйти. Ты должен отпустить меня. Я устала жить такой жизнью, Бутч. Просто скажи, что не так, и мы сможем всё исправить. Всё не так. Я хочу жить нормально, работать на нормальной работе, общаться с нормальными друзьями, завести детей, выплачивать ипотеку. А что мне можешь дать ты? Детка, это в последний раз. Я обещаю. Ты врёшь. Всё будет по-старому. Опять твои дружки, наркотики и вечный страх, что тебя посадят или убьют. Детка, всего лишь одно дело. И мы с тобой сорвём джекпот. Купим дом у океана, и ещё останется куча денег. Хочешь, мы купим тебе 20 пар босоножек или сумочку? Так ты ничего и не понял. Прощай, Бутч. Линда, погоди. Линда. Ага. Что это за глюки нас посещают? Ребята, мы с вами, я так понимаю, в тюрьме находимся. И нам нужно будет отсюда сбежать. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что, всем пока и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok